Светоносец 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 В отношении орудия Вот здесь то что я говорил Орудие абсолютно не обладает какой-то уникальностью Но при этом всем оно неплохо сбалансировано И меня это устраивает Время сведения 3,7 требует привыкания Мне на это понадобилось где-то в районе 5 может быть 10 боев Ну и в целом в оборудовании Установив 2 слота на улучшение данного показателя Мы приходим к 3,7 О которых я говорил И в целом потом после того как вы привыкли Это не чувствуется как недостаток В отношении разброса Все действительно очень бодро классно 0,321 И с учетом того что это тяжелый танк Я считаю что разброс довольно таки неплохой Урон в минуту 2187 И он реализуем в случае если вы будете играть осторожно Время перезарядки 7,5 секунд Но не торопитесь радоваться Лучше увеличьте данное время перезарядки Путем переставления оборудования на Вместо точнее орудийного досылателя На улучшение пробития Потому что средняя бронепробиваемость снарядов Базовых составляет 170 единиц Это самый низкий по уровню показатель Среди тяжелых танков То есть ниже 170 вообще машин нет Есть несколько тачек со 170 Все остальные имеют пробитие гораздо выше Поэтому если хотите быть с ними наравне Вам необходимо все таки в оборудке переставить Я лично так и сделал И оставил сейчас на орудийном досылателе Только чтобы показать вам базовое значение по пробитию Средний урон 270 единиц Вроде бы маловато Но если аккуратненько играть То в принципе настреливать Как я уже говорил получается И по боям у меня получалось Где-то в районе 2500 урона Да я не киберкотлета Но вот такие результаты я получил Угол слонения орудия вниз Минус 6 Поэтому горки вам противопоказаны От башни и от некоторых горочек Поиграть получится Но это все крайне зависимо от карты На которой вы играете Стоит также отметить Что машина не обладает Каким-то высоким силуэтом По сравнению с другими танками 7 уровня Ну про крушака я вообще молчу Но в любом случае Как ни крути А танк действительно приземистый Плоский я бы сказал И отыгрывать от даже небольших неровностей Вполне себе удобно Потому что здесь сверху шикарная приведенная броня И когда ваше орудие склоняется Пускай даже на минус 6 То за какой-то небольшой горочкой С учетом того Что верхнего бронелиста Как такового здесь нет Бьются вот эти зоны Это факт И бьются вот здесь зоны Все остальное Оно действительно имеет броню неплохую Особенно приведенную Поэтому учитывая форму башни Отыгрывать от башни Действительно комфортно и удобно Ну что Обсудить обсудили Теперь предлагаю взять машину И поехать на ней Немножечко повоевать Ну что друзья Давайте будем начинать И первое что стоит отметить Что если начинать сравнивать Подвижность машины с другими танками На седьмом уровне То оказывается все не настолько плохо Как казалось Хотя хотелось бы Чтобы конечно же Передвигался немножечко пободрее Но в целом Как я уже говорил Через несколько боев Вы к этому привыкаете И чувствуете себя комфортно в боях То есть когда вы уже начинаете понимать Чего ожидать от этой машины Потому что изначально кажется Что машина должна передвигаться быстрее То в целом Играется вполне себе даже комфортно В отношении плюсов Которые я заметил во время теста Мне лично очень понравилась Скорость поворота башни Она действительно приятная И действительно дает фору многим тяжелым танкам На седьмом уровне В отношении брони Она не ультимативна Она присутствует Но при этом всем безусловно Пробивать вас будут Особенно если будете Вот как я сейчас Как рачина проезжать По прямой Для того чтобы подобраться Немножко поближе к соперникам Ну и соответственно по бортам получать От этого не застрахован Ни один танк в нашей игре И по бортам пробиваются у нас все Но все же Когда вы становитесь Вот таким вот ромбом Несмотря на то что спереди Здесь есть вот такой вот Интересный клюв Я бы так его назвал При этом все В этот клюв Очень классно залетает Если вы стоите на месте И не в Ман Сити Это во-первых Во-вторых Если вы просто выезжаете Слишком большим ромбом То тогда вас точно Пробьют Что могу сказать от себя За данный танк По ощущениям После теста После каток Когда машину начислили Уже повторно После того как изъяли И начислили уже На пресс аккаунт Могу сказать следующее Танк Как я уже говорил Какой-то уникальностью Не обладает абсолютно Но в то же время Он является Приятным и комфортным То есть это действительно Хороший Тяжелый танк На седьмом уровне На восьмом уровне Чувствуешь себя дискомфортно Потому что Многие танки На восьмом уровне Обладают крутой броней В частности тяжи И понятное дело Что с ними тягаться У тебя просто не получается Но в целом Даже против восьмерок Играя Получать удовлетворение От боев Вы точно будете Вопрос ценника На данную машину Но как на момент Записи данного видео Мне известно То в целом Тачку Вроде бы как В ивенте Можно будет получить Немножко запотев Но там будет видно Потому что Точных подробностей На момент записывания Видео А у меня к сожалению Нет Так или иначе Я себе допустим Эту машину хочу Именно потому что Она является Уникальной машиной Пускай без Уникального орудия Без Уникальной Какой-то механики Но в то же время Он Он интересен тем Что он один такой И он действительно Ни на кого не похож И Этого Мне уже Более чем достаточно Для того Чтобы определиться С тем Нужен ли мне Этот танк В коллекцию Да и плюс к тому Повторюсь Машина Довольно неплохо Сбалансирована И играть на ней Действительно Приятно Я не могу сказать Что он получился Каким-то нудным Скучным И совсем неинтересным Он бодрый Интересный Немножко адреналиновый Как я уже говорил Без ультимативной брони Но в то же время Хорошие отголоски Тяжелого танка В нем присутствуют Однозначно Сейчас посмотрим На результаты боя К сожалению Мы проиграли Но как вы знаете Я у себя на канале Ничего не вырезаю Показываю все таким Какое оно есть На самом деле И в данном бою Я сделал один фраг Нанес практически Две с половиной тысячи урона На фарм Даже смотреть не будем Потому что Эта машина Не про фарм Абсолютно И в своей команде Занимаю первое место По урону Причем Я бы сказал С существенным отрывом От других товарищей И при этом В всем ребят Мы играли Чисто против семерок Против восьмерок С такими показателями Выезжать из боев Не получится в каждом бою Однозначно Особенно если ваша команда Не будет играть В командную игру Потому что самостоятельно Вы просто не справитесь Хотя время перезарядки У вас есть хорошее И как я уже говорил Если вы переставите Себе в оборудовании С досылателя На калиброванные снаряды То вы получаете пробитие Уже в сто восемьдесят четыре Миллиметра На базовом снаряде И это действительно Классно и приятно Единственное Чего мне по орудию Не хватило Чтобы сделали Все таки Этому орудию Какую то уникальность Да пускай это будет Не барабан Да пускай это будет Не система дозарядки И я не знаю Там Не дуплет Или трио Выпускаемых снарядов Как это у уничтожителя Но при этом Все было бы очень круто Если бы поставили Ему допустим Осколочно фугасные Не обычные А поставили ему Хэш фугасы Вот это было бы Интересней Как мне кажется Ну а вы свое мнение Обязательно напишите В комментариях Я с удовольствием Почитаю Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok